привет друзья рад вас видеть в нашем новом выпуске номер 9 курса английский с полного нуля в этом выпуске мы сейчас познакомимся с таким распространенным случаем чтения двойной согласной и и вы узнаете что в основном таких случаях мы читаем эти две согласные как долгий красивый звук и то есть буковка и для и читается как и то есть слава богу похоже ну что поехали так вот она наша двойная гласная и и иди и так друзья это двойная и вот в таких вот словах читается в абсолютном большинстве случаев как долгий красивый звук и как улыбочка такая растянутая по в стороны влево и вправо и то есть но постарайтесь в меру не просто feed и зачитать нет это некрасиво это вообще никто не годится пейд пока мы сейчас тренируемся эти отдельные слова читаем мы тянем как бы этот звук растягиваем его намного больше чем когда например вы будете естественно в предложении что-то читать или сами говорить ясно штамм тянуть так не надо каждое слово иначе будет смешно а пока сейчас мы как раз тянем потянем и вытянуть можем окей первый наш проход я читаю вы следите поехали фейд 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 пейк бейт рейд дейд сейк тим кейп лейк рейл мейт фейд 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 мейт мейт бейтfleете лейт мейт гиб реки мете не идет само какие-то смейт мейт выглядит сейт рейд мейтс EA預 ее цены 92-4 бейт мы rozmошли кейм пил hide Вот так вот. Вот это гиин, это читается джи. Так что, если кто-то там подумает, что я ошибся и так далее, разные бывают варианты, друзья. Буквка джи, она бывает читается г, бывает джи. Логика какая? Никакой, просто запоминаем. Уверяю вас, так намного-намного проще. Итак, упражнение номер два. Читаем за мной. Помните, да? Эй, эй, не просто и, фид, сид. Вас поймут, конечно, но это не есть очень то, к чему мы стремимся. Мы читаем красиво. Эй, помните, растянутый рот, в меру разумного. Такая как бы улыбка, но уголки рта как бы вверх не сильно поднимаются, а разъезжаются в стороны. Тейд. Слишком долго уже не надо. Тейд. Сейк. Тейм. Кейп. Лик. Рил. Я потихонечку увеличиваю темп, чтобы вы быстрее за мной повторяли. Мейт. Уейк. Сейм. Кейн. Фил. Кейл. Хил. Хид. Тейм. Пейп. Бейт. Мейт. Дейп. Рейд. Мейт. Нейд. Сейм. Кейн. Пейл. Сейп. Фейт. Бей. Дейд. Реал. Ли. Гей. Гей. Фейт. Вейп. Кейн. Слейп. Сей. Бей. Рейф. Тейн. Кейп. Грейт. Фей. Вей. Кейп. Сейн. Кейп. Слейт. Слейт. Вот так вот мы это сделали. И третье упражнение перед вашими самостоятельными упражнениями интонационные. Я читаю легко, более-менее быстро. Вы просто смотрите, а потом сами в качестве закуски к основным нашим упражнениям тоже так пытаетесь читать. Окей, поехали. Ударение на первый. Так, ритмично, да, и создаем, напоминаю, нашу мантру, мантру изучающих английский. Она принесет вам удачу, однозначно. Здесь на второй делаем, на второй элемент ударения. He'll deep feel. He'd read sip. Teem meet fate. Peep need be. Be'd seem date. Meet keen real. Несмотря на кажущуюся легкость моего чтения этого дела, я уверен, у многих из вас она может получаться не так или просто, как хотелось бы. Здесь, вы помните, наш такой оптимальный подход, золотая середина. И не халтурим, то есть один раз что-то там промычали, да, непонятно, что получилось, тут ошибку сделали, тут, тут, ничего у нас с интонацией не получилось. Плюнули на это, пошли на следующий урок, да. Не надо так делать. С другой стороны, застревать здесь на полгода тоже не надо. Перфекционизм этот, это классно, но он зачастую мешает. Старайтесь нащупать для себя золотую середину. То есть, самое главное нам плавность, вы помните, плавность вашего чтения. Она вам очень-очень потом пригодится. Окей, и третий. Значит, ударение на третий элемент. Lee, see, fee. G, be, wee. Feet, reef, keep. Weep, teen, seen. Keen, peep, creep. Sleep, greet, sleet. Окей, я вроде бы что-то говорю, да, какие-то фразы, но они абсолютно непонятны, да. Вот и прекрасно. Итак, друзья, мы познакомились с вами со звуком длинным, таким красивым. EI, который передается в данном случае двумя гласными буквами EI. Такие друзья, EI передает EI. Вот и прекрасно. Похоже, значит, нам меньше учить надо. С чем я вас и поздравляю. Итак, это у нас был урок номер 9. На этом практическая часть данного урока объявляется законченной. Прекрасно, друзья. Мы прошли урок номер 9, познакомились с звуком EI, с чем я вас и поздравляю. Звук красивый, привыкайте к нему. И помните, что английский от русского, украинского, белорусского, казахского и так далее своими звуками отличается. Поэтому мы стремимся говорить как они, как британцы, американцы, канадцы, австралийцы и подобные товарищи, да, но при этом получают это в удовольствие. Они зацикливаются на том, что языки разные у нас, значит, не получаются. Окей. Этот выпуск, как и прочие, основан на моем курсе «Английский с нуля правильный старт», который помогает людям с полного нуля самостоятельно, подчеркиваю, без репетитора, абсолютно начать двигаться в английском. Как видите, в принципе, там намного-намного оно более-более все индивидуально выложено. Кстати, друзья, в выпуске номер 10 мы с вами начнем знакомиться с сочетаниями уже не только гласных, а согласных. И первый такой звук, который передается двумя буквами, наш будет «Ч», который передается буквами «С», «Х». Типа «Ш», «Чан», ну и так далее. С вами был Дмитрий Карабенко. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках. Продолжение следует...